Привет, друзья! Я сразу предупреждаю, что данное видео носит сугубо технический характер и оно предназначено для ботаников практической стрельбы. Поэтому те, кто любит бабахинг, лучше сразу переходите вот на это видео. А мы сегодня займемся самым непредсказуемым патроном в практической стрельбе в ружье. Это картечный патрон. Много копий сломано и нам сегодня предстоит выяснить все-таки, какое сужение, какой патрон и какие характеристики нужно учитывать в практической стрельбе. Итак, сегодня все про вот эту вот картечь. Никто не хочет за нас все померить, все нам рассказать как надо и чтобы мы только пожинали плоды. Поэтому мы запаслись огромным количеством разных сужений, огромным количеством разной картечи. Раритетные СКМ, фетр, конечно же, азот. У нас есть зала прибалтийская, достаточно популярная и хорошая. И есть редкостные американские патроны, которые удалось раздобыть у американцев, выступающих на чемпионате мира. И наша задача разобраться, как же картечь летит на дальние дистанции. Пошла такая тенденция, что теперь у нас не только ставят на 10-15 метров картечь, но даже на 30. На чемпионате мира была огромная потеря на этих упражнениях у многих стрелков, в том числе у меня. Мишени в количестве 5 штук стояли на дистанции почти 30 метров, и ничего туда не прилетало. Я делал два выстрела, и одна, две картечные в лучшем случае туда долетали. Теперь и в России повадились делать упражнения с дистанцией 30 метров для этого боеприпаса. Что мы тут имеем? У нас есть разные подходы к картечи. Я очень бы хотел, чтобы охотники, люди, которые этим увлекаются, в комментариях объяснили мне, какая нужна картечь именно в охоте, на какого зверь охотится, на какую дистанцию. И я обратил внимание, что многое охотничья картечь, а речь идет, конечно, о крупной картечи, сразу оговорюсь, что у нас в соревнованиях не используют мелкую, например, 6,2. У нас используют крупную картечь, не более 9 картечин в одном патроне. Вот прибалтийская картечь, здесь они сложены 3, 3, 3, всего 3 ряда, и картечин получается 9. Американцы, с которыми я пообщался, сказали, что такая картечь летит намного хуже, поэтому они делают картечь, где 4 ряда по 2 штуки. Также сложена и азотовская картечь, причем у нас разная азотовская картечь, она весом 28 граммов, но на разном порохе, на соколе и на нобеле. Есть у нас фетровская картечь, мы ее обязательно тоже проверим. Здесь 9 картечин в одном патроне, и сложены они, опять же, 3, 3, 3, то есть 3 ряда по 3 штуки. Все это дело, естественно, мы будем фиксировать на камеру, но вас утомлять долгим прострелом не будем. Мы пришли на стрельбище с утра, думаю, что уедем отсюда вечером, а вы получите только финальные результаты. Мы здесь поставили большие мишени, это стандартные IPS-мишени, но в ружье у нас очень часто используются маленькие мишени формата А4, потому что просто это экономней, они их вешают, на них есть две зоны поражения Альфа и Чарли, и прекрасно, дешево практически, отстрелял картечь, отодрал новую, потому что на таких 8-9 картечных задолбаешься заклеивать, и картон дороже, и менять дольше, поэтому используется вот такой. Сейчас стрельнули азотом, стрельнули фетром, азот контейнерный прилетел лучше, в лучших вариантах прилетает по 5-6 картечных. 5-6 картечных, это, конечно, хорошо, но мало, потому что у нас мишенька маленькая, нам нужно, чтобы вот в такой лист прилетали все картечные, чтобы из них хотя бы штук 5 прилетало в А4, чтобы мы, выстрелив, могли бежать дальше и не думать, попало туда что-то или не попало. Фетр у нас, к сожалению, не полетел, я бы померил, взял с собой, да только бесполезное. Как видите, если здесь у нас прилетело 6 штук, на втором выстреле прилетело 2 штуки, куда они разлетелись, остальные, непонятно. Сюда тоже, по сути, прилетело 2, в краешек задели еще 2 картечные. Короче говоря, бесконтейнерная картечь в том варианте, которая есть, для спорта не годится фетровская. Для охоты, может быть, очень даже и годится. Но это лучше знать охотникам. Ох уж, все эти дырочки, отверстия от картечен, от них рябит в глазах. Но интересно, мы сейчас отстреляли на двух сужениях, с залой, по 10 мишеням. Что у нас получается? У нас получается, что на 0,75, на сужении, которое меньше миллиметра, кучность и предсказуемость выше, чем на полном чоке. Есть такая теория, что картечины собираются в определенном месте, какие-то сталкиваются между собой, какие-то пролетают, и дальше разлетаются. На такой дистанции, ну, почему-то лучше 0,75. И это уже не первый раз, и не на первом патроне у нас происходит. То есть, пока что выходит, что сужение 0,75 самое лучшее для собирания картечи. При этом, зала мягкая, зала самая маленькая по размеру картечи, 8 миллиметров. И мы видим, что предсказуемость очень низкая. В одну мишень, крайнюю справа, прилетели все 8. В мишень среднюю прилетело всего 2. И для спорта это очень плохо, потому что мы должны сделать один выстрел и забыть, или мы должны знать, сколько картечин прилетает. При таком раскладе придется во все дальние мишени делать 2 выстрела. И даже при этом вы не будете уверены, что там что-то прилетит в саму мишень. Продолжение следует... Если ее внимательно рассматривать, ну вот скажите, какая из них плохая, а какая из них хорошая? Моим товарищам кажется, вот американская глажа, но это как любая жена соседа, она красивше, так и картечь американская. На мой взгляд, плюс-минус все одно и то же. Единственная разница. Вот, например, берем азотовскую картечь и берем картечь фетровскую. Фетровская картечь чуть-чуть больше, но это написано и на самой коробке, поэтому здесь ничего особенного нет. Я не думаю, что это играет большую роль. Тут больше играет роль то, как она дружит с контейнером вместе, потому что геометрическое качество патрона имеет большое значение. Если у вас есть вздутие по бокам, то она тупо может не полезть в патронник, и у вас будет задержка чисто по механической причине. Как ведет себя картечно во время прохождения по каналу ствола, так называемая внутренняя баллистика? Насколько сминается у нас картечная? Есть ли такой момент, что одна картечная как бы дает пинок другой, и как в бильярде, так расставил шары, они вот в таком порядке полетели. Чуть по-другому поменял угол, буквально на микроны, и уже полетело по-другому. Может быть, здесь огромный элемент случайности, и в принципе очень тяжело собрать красивую, равномерную, и самое главное, постоянную осыпь на дальней дистанции. Но мы видим, что это делать пытаются, используют разные хитрые контейнеры, используют разные буферы. То есть вот этот порошок засыпанный в сам патрон. У разных производителей разный подход к производству картечи. Мы вот разрезали несколько патронов, у них разный порох, например, это Нобельспорт, здесь на Азоте и Нобельспорт, и сокол. У американцев я не знаю, какой порох, но специалисты, наверное, подскажут. Гранулы у него, как хлопья. Субтитры сделал DimaTorzok, мы видим американский патрон. Видите? Здесь какой-то порошок. Какой-то порошок. Сейчас мы... Да, это кокаин. Я не знаю, на кокаине должен лучше стрелять, надо будет использовать. Если нет кокаина, наверное, будем всыпать сахар. На самом деле, это, конечно, полиэтилен. Мы подожгли его зажигалкой, и он расплавился. То есть это какой-то вид пластика. Это, по сути, своей буфер. Важные вещи. Патрон производства Феттера бесконтейнерный. То есть у него есть только пыш. И вот эта штучка нужна для того, чтобы наш с вами projectile, как говорят американцы, то есть наши картечины не сплющивались, а разгонялись более или менее равномерно. И сверху стоит просто пластиковая крышечка. Такая же система использована у прибалтийской залы. Тоже крышечка, но здесь уже использован контейнер. Этот контейнер имеет лепестки. Они, эти лепестки, очень легко раскрываются при вылете. И вот таким цветочком уже отделяются от картечи. Практически такой же контейнер, только с более мягким пыжом. Видите, он как легче деформируется. Используется SKM. И, на мой взгляд, самый интересный контейнер у американского Ремингтона. Во-первых, пыж здесь другой формы немножко. Ну, бог с ним. Наверное, они все плюс-минус одинаково работают. Но здесь лепестки прорезаны не до конца. Вот если вы посмотрите внимательно, лепесток прорезан только до половины. То есть, он держит картечь дольше. И из-за этого она имеет меньше разлет. так что этот контейнер не знающего производства свою работу тоже выполняет. отстреляли, идем смотреть. вот наша камера, она выжила. Привет. Смотрите, это один сантиметр, я сюда и целился, собственно, мы сюда и попали. Видите, какая точная? Но на самом деле, надо сказать, что она действительно хорошо летит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. При прицеливании сюда, чуть выше пошла. здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь все прилетели. Пошла по вертикали все правильно, по горизонтали правильно. Этот выстрел у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь семь прилетело, да, но в А4 мы могли бы легко получить мисс, плюс-минус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь семь. Короче, на данный момент на 0,75 сужении это действительно получилось самое лучшее попадание. Вывод напрашивается сам собой. В одном патроне применены сразу маленькие хитрости. Да, они не гарантировали по этой мишени мы видим, не гарантировали стопроцентного попадания, но почти все прилетает в стандартную мишень. У нас использована небольшая навеска пороха, который слишком сильно не разгоняет картечь и не заставляет ее разлетаться непредсказуемо. Интересный контейнер, который как стаканчик в нижней части не надрезан и дольше несет картечь вместе. У нас использован буфер. Как именно он работает, я не могу точно сказать, но он в какой-то степени изолирует друг от друга картечные и они не разлетаются словно бильярдные шары в стороны. И вот мы видим общая картина неплохая. Да, не идеальная, но все-таки это 30 метров и мы получили все попадания, фактически 90% попаданий в мишень стандарта IPSC. Если бы у нас была А4, то шанс попасть был бы выше. Если бы мишени находились на 5 метров ближе, то гарантированно мы бы точно попали в мишень. Поэтому пока что зарубежный патрон оказался лучше, но я думаю теперь мы займемся производством чего-то подобного. Либо в домашних условиях, поскольку снаряжение патронов у нас легально, либо мы попросим наш драгоценный завод Азот изготовить для нас особую серию. снаряжение 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 $0,000, кран $0,000, $0,000, $0,000, hiçbir Субтитры создавал DimaTorzok